Привет всем! Начинаю свой сентябрьский обзор. Что у меня нового, что у меня цветет, какие изменения, какие орхидеи меня удивили. И хочу начать вот с этих двух красоток. Две ванночки. Вот так вот они стоят у меня вместе, букетиком. И я считаю, что очень-очень красиво смотрятся. Выращиваю я ванды. Вот я покажу, у меня их три. Выращиваю я ванды вот в таких вот вазонах. Тут у меня в том году падало. До сих пор не хочет свистеть, зато растит вот такие две шикарные детки. Они скоро маму перегонят. Ну и вот такие вот корешочки у нее. А вот эта вот синенькая у меня. Она в моем уходе уже год. Это у меня ванда-героиня. Почему героиня? Потому что вот эта ванда у меня цветет. Это ее шестое цветение. Она появилась у меня год назад, в сентябре месяце. Мне подарили на день рождения цветущий. И после этого она не переставает, пытаясь уловить цвет, после этого она не перестает цвести. Отцветает, снова выпускает бутон, бутоны и снова зацветает. И вот так вот очень гармонично она смотрится с другой вандой. Сейчас я немножко ее покажу. А, вот это называется New Blue, если кому-то интересно. А вот это называется Path Delight. Она темная. Вот такой у нее сиреневый, да, наверное, этот оттенок получается. Шикарные большие цветы. Так, сейчас тут немножечко засвечивает уже. Вот шикарные вот такие цветочки. Здесь их 8 штук. У этой цветочки поменьше. И у этой 12. То есть, вот такие вот шикарные бутончики. Вот эта вот ванда у меня появилась полгода назад, весной. Я ее покупала. Тоже она у меня, ну, дома отцвела, понятно. И вот выпустила сейчас вот такую шикарную гроздь. И я увидела при поливе... Так, где ее вазон? Этот вазон. Наверное, не видно будет. Вот там вот, вот там вот, куда показывает, указывает мой палец, там детка. То есть, у меня еще одна детка в ванде будет. Вот такие мои вандочки. Красотки. Выращиваю я их в стекле, понятно, да, очень просто, мне нравится. Заливаешь, ждешь, выливаешь. И днем, днем, летом я это делаю, наверное, раз в три дня. Раз... Три дня в неделю, так сказать, да, лучше. Три раза в неделю. Вот где-то, может быть, через там три дня. Ну, смотрю, да, по температуре. А зимой один раз в неделю. И вот так они у меня смотрятся. Растут? Растут как на дрожжах, я должна сказать. Единственное, что вот это вот после падения не цветет. Либо, может быть, это связано с тем, что у нее две детки. Такое тоже может быть. Так, ну вот от этих гигантиков перейду сейчас к миниатюрочке. Ну и перейдем от гигантов к малюткам. Это самая маленькая орхидея в моей коллекции. Церета стелес рубра. И вот по сравнению с рукой можно видеть, да, совсем маленькое растение. Тоже у меня цветет. Покажу цветочки его. Три штучки у меня. Должна сказать, что цветение абсолютно различается от того цветения, с которым я его покупала. Покупала я его в этом году на выставке орхидей. И я вставлю потом фотографию, какие должны быть цветочки и какие вот у меня получились. А у меня они какие-то не очень четкие, не очень такие доразвитые какие-то. Ну вот, сами видите, да. И цветочек получается так очень интересно. Вот у него вот эти вот стебелечки его, они окутаны вот такими чушуйками коричневыми. И между вот этими вот коричневыми чешуйками появляется такая красная точка, красненькая, такая оранжевая, яркая. И эта точечка развивается очень-очень-очень быстро. То есть в течение недели уже распускается цветочек. Вот. Очень интересно за этим наблюдать. Она вот такая вот очень эффектная, яркая, несмотря на то, что она вот такое малюсенькое растение. Но у меня как бы с ним не очень складывается. Когда я его купила, он очень тяжело перенес адаптацию. У него и так немного было листьев. Но у меня эти половина листьев еще и пожелтели, отпали. И долгое время он вообще стоял без всяких движений абсолютно. И только вот, наверное, летом, в конце даже лета, он начал расти и вырастил мне вот этот вот один вот листик. Вот все его телодвижения, которые у него произошли за это время. Потом вот начал цвести. Цветение какое-то странное, да. И вот здесь на верхушке у него тоже вот такие какие-то... Что вот это я не могу понять. Столи недоразвитый листик хотел вырасти. Как-то согнутый, да, наверное. Как-то недоразвитый. Ну вот не нашла я еще пока с ним такого общего языка. Будем наблюдать. Так, в принципе, красивый. Ну и все, что это все было, то, что у меня вот сейчас цветет в сентябре. Ну, конечно, что-то еще остаточные цветения какие-то остались. Но я их уже показывала. Повторяться не хочется. И перейду к своим новиночкам. Вот эту вот котлейку я заказала совсем недавно. Она у меня. Это котлетония. Даже не котлей котлетония. И вот такая растушка ко мне пришла. Вот. Можно видеть. Начала уже расти. Начала выпускать корешочки. Здесь, по-моему, две точки точно роста. Может даже три. Но две точно. Вот новые корешочки. И здесь новый ростик у нее. Не знаю, видно, нет. Но вот он растет. Вообще здесь, вот у этой бульбы, было что-то внутри, как наподобие вот чехла. Нет, не видно, наверное. Ну, совсем маленькая вот здесь, между этими листьями. Думала, о, может быть, процветет. Но нет, скорее всего, никакого цветения не будет. Так как появился новый ростик у нее. Так она в очень хорошем состоянии. Прекрасные бульбочки. Все у нее с ней хорошо, замечательно. Единственное, что она сидит вот в этом, вот в таком субстрате. Здесь это просто кокос. Да. И мне нужно ее пересадить. Тоже проведу пересадку на своем канале. Потому что я просто не справляюсь вот с поливом. Не понимаю, когда он просыхает, когда его надо поливать. И поэтому я не справляюсь. Хочу пересадить его в тот грунт, в который я сажаю свои котли всегда. Вот это вот первое растение. И второе растение. Заказала два. И второе растение. Это... Вот его покажу. Вот так он в камеру, наверное, не очень войдет. Это гендробиум апифилум. Вот такое растение. У него, наверное, нет, 5-6 вот таких уже лысых бульб или лысых ростиков. Но это нормально для этого растения. Это вот его именно такая необычная... Необычный рост такой, да, его, что вот он цветет только с тех бульб, с которых потеряны листья. И он их всегда сбрасывает. То есть он как бы такой остается голенький. А листочки, как вот здесь можно видеть, только на новых бульбочках растут, которые совсем молодые. И тоже они, когда придет время, тоже сбросятся. Я так как понимаю, что у него или он уже начал входить в период покоя, потому что вот эти новые ростики, кейки не растут уже. То есть они просто листочки держатся, но никакого роста нету. Также нет зачатков здесь. Вот здесь у него точка роста. Он на блоке. Тоже зачатков новых нету. Поэтому я думаю, что у него такой своеобразный период покоя. Скорее всего, может быть, в зиме он и зацветет. Тоже буду делать пересадку, так как сидит на блоке. На блоке я не выращиваю, потому что нет возможности очень часто поливать или опрыскивать. С блока я убрать тоже его не могу, потому что корнями оплетено здесь весь блок его. И поэтому вот у меня такая задумка блок обложить мхом, поставить его в какой-то вот так вот горшок. Горшок может в кору там положить, что-то еще. И вот так вот его выращивать. Ну, буду думать, буду смотреть, как все сделала, обязательно покажу, как у меня это все получилось. Вот. Ну, а на этом и все. Вот все свои цветущиеся, свои новиночки я показала. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем прекрасного дня. На этом с вами я прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Мои подписчики, оставайтесь со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok